Всем большой привет, меня зовут Наташа Гром и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас идет продолжение этого видео, которое было в январе. Оно называлось «Мои любимые девочки». И давайте сейчас посмотрим, я хочу вам дорассказать тех влогеров, девушек, которых я смотрю на ютубе. Ну или по крайней мере слежу за их жизнью. То есть я не могу сказать, что я прям каждый день там лазаю по инстаграму, по ютубу и так далее. Но просто ее попросили и рассказывают про тех, за кем я слежу. Итак, у меня осталось 10 блогеров-девушек, о которых сегодня пойдет речь. Первая это Аня Нестеренко. Аню я знаю по роликам от Саши Шапика, когда они катались на веселом москвиче по Украине. И тогда она привлекла просто своей внешностью, потому что девочка реально очень красивая. Я так считаю у всех же. Разное осуждение какого-то красоты и внешности. Конечно, там есть то, что в ее высказываниях, с чем бы я не согласилась, потому что Аня противоречит моим. Но это, понятное дело, у всех людей разная мораль, разная свобода. Короче, неважно. Но я думаю, что из Ани получится очень хороший художник. Хотя я знаю, что ей не очень нравится колледж, который находит. Но мне интересно следить и смотреть, как продвигаются ее успехи. Понятное дело, что когда аудитория Шапика ушла, у нее просмотры упали, но в этом ничего страшного нет. Я думаю, что она еще сможет себя как-то раскрыть, преподнести и что-нибудь еще в этом роде. Никсель-пиксель. У меня к этому человеку очень много вопросов. Есть часть тем, которые мне интересны, которые я смотрю у Ники. Есть часть тем, с которыми я согласна. Есть также часть тем, которые у меня просто вот так вот. И мне бы на самом деле очень хотелось бы с ней хотя бы раз пообщаться. И поговорить о том, где, например, заканчиваются границы сексизма, или они начинаются. О том, где начинаются границы феминизма того же, где они заканчиваются. Потому что темы такие огромные, такие масштабные. И... И вопросов по тем историк, которые она записывает в Инстаграме. И вообще, в общем, про все то, что она делает на Ютубе. Но я не могу сказать, что я там прям, она меня бесит. Нет. Она мне очень интересна. Но отношусь я как-то вот каждый раз. Я даже не могу сформировать мнение по поводу этого человека. Потому что он настолько загадочный персонаж на нашем Ютубе. Прям очень загадочный. Но я смотрю с интересом. Наташа Трея. С Наташей мы должны были познакомиться в прошлом году. Наташу я знаю как человека, который написал музыку к сериалу «Школа», который сняла Валерия Гагерманика. Я влюблена в этот сериал. Я знаю всех героев. Я даже с одним из актеров общалась. То есть, ну, мне это очень интересно было. И я была очень сильно удивлена, когда узнала, что Наташа писала пару треков к этому сериалу. На Ютубе я ее нашла в тот момент, когда я сама начала записывать видосы. Я не буду про это рассказывать. Каким образом я ее нашла, где нашла. Но как факт то, что когда мы с Наташей, так скажем, оказались на одной платформе, я начала за ней следить. И у меня тоже были некоторые вопросы по поводу ее видосов с Шурыгиной и так далее. Ну, как бы я не хочу эту тематику с носу поднимать. Тематика годовала. Перед этими видосами по поводу Шурыгиной я ей написала письмо. И она мне написала ответ. И мы должны были с ней договориться. Поэтому, Наташа, если вдруг ты случайно видишь это видео, я до сих пор жду нашей с тобой встречи. Потому что мне есть, что тебе предложить. И есть, что тебе рассказать. Маша Вэй, я считаю, очень красивой девушкой на нашем Ютубе. Мне все равно, делала она пластику, не делала она пластику. Ну, много кто о ней что говорил. В общем, не важно. Мне просто нравится то, как человек себя ведет. То, как она общается со своими зрителями. То, как она приезжала, дарила им подарки. Прямо домой. Это очень круто. И мне нравится именно вот такая вот ее легкая история. Такая подача. Она очень прикольная. Но, к сожалению, ни разу в жизни мы не виделись. И ни разу я не встречала ее на каких-то мероприятиях. Потому что на те мероприятия про блогеров, в которые я вам рассказывала, и куда я приезжала, я пересекалась с другими блогерами. Но с ней как-то вот не вышло. Я думаю, что это будет исправлено. Про Аляшу я узнала только на Игромире 2017. Я даже не знала, что это за стримерши. Я не представляла, что она там снимает, что она там делает. И мне было очень интересно, когда она сидела за стеклом, и около нее просто тусила куча, толпа просто нереальных мальчиков, которым там лет, наверное, от 12 и выше. И она тусила тогда со Снейлом. О ней тоже пойдет речь позже, уже в видео про мальчиков. Аляша мне понравилась своей такой, как бы, простотой. Потом я подписалась на ее канал. Тогда у нее было 100 тысяч подписчиков всего лишь. И мне как-то, ну, вот оно залегло так за душу. Я залегла за душу, конечно, ляпнула. И я посматривала очень долго ее видео. Ну, я смотрю игровой сегмент, но не могу сказать, что мне все нравится. Но, в принципе, некоторая дерзость, она присуща Аляше. Конечно, много что про нее говорить, и гадости тоже. Но мы не слушаем плохих людей. Настя Шпайза. Настю я снимала во влогах, в некоторых сделала ставки. Мне очень нравится то, что она делает на ютубе. Мне больше всего, конечно, нравится ее косплей, который она делает, и как она красится, и как она подготавливает персонажей для этого. На самом деле, это очень большой труд. И тут должно быть очень хорошее зрительное восприятие, потому что передать героя, это не только накраситься и одеться так, как он ходит, это еще и манера, и войти в образ, и отыгрыш. Ну, те, кто занимается косплеем, они прекрасно понимают, что такое отыгрыш. И когда у Насти случилась беда с носом, все, конечно, переживали, я тоже следила за этим. Но, насколько я знаю, сейчас, судя по инстаграму, в сторис она выложила, что у нее все ок, у нее все сделали, как она написала, что у врача некривые руки, и все, короче, хорошо. В общем, за Настю мы рады, и я надеюсь, что она будет чаще выпускать свои видео. Стримершик Карина – это такой человек, знаете, неординарный, так скажем, и актерская игра – отдельная штука, но мне нравится, я хотела бы поговорить по поводу ее именно творчества на Ютубе, не на Твиче, а на Ютубе, и то, что она делает, и как она все это снимает, и как она все позиционирует. Мне кажется, что с ней работают определенные люди, которые пишут ей текст. Если вы не заметили, что видео она снимает с очень большими склейками по монтажу, потому что у меня создается такое впечатление, что она просто берет текст и читает по каждой строчке, то есть текст один, например, да, там где-то сплошной, а она просто не может запомнить, берет продолжение, прочитывает его, отрезает, потом следующее и так далее. Но это только мое видение, как там на самом деле, может, так и задумано, но видео про образование и про мужчин мне очень понравилось, оно очень правдивое, просто не все еще, видимо, доросли до этого момента восприятия и понимания этого видоса. Ну, такое бывает, ничего страшного, все мы как бы возрастем, ну, растем по-разному. Эни Мэй я смотрю только из-за того, как она снимает, и я смотрю просто за ростом, ну, короче говоря, за ее статистикой. Что она снимает, как она делает, мне это больше всего интересно, и как это отображается на статистике, кто подписывается, кто отписывается, и вообще, когда мне пишут люди, смотрю ли я аниме, да, вы знаете, я смотрю, но я не могу сказать, что все ролики я смотрю, я захожу на ее страницу в Инстаграме, чекаю фотки, у нее реально очень красивые фотки сделаны, вот, и мне, в принципе, человек только этим интересен, тем, как она быстро, очень быстро набрала подписоту на Ютубе, и пользовалась ли она, как бы, какими-нибудь сервисами по раскрутке останется секретом, наверное. Марисен я знаю очень давно, еще 40 тысяч подписчиков, потому что она очень необычная, и даже не то, что, не то, про что вы подумали, у нас есть общие знакомые с ней, и еще в далеком 15-м году, по-моему, если я не ошибаюсь, я знала, что есть такой блогер, и она реально очень долго раскручивалась, ну, конечно, не как я, но это отдельная тема для разговора, но Маша реально очень добрая, и реально очень любит своих зрителей, как бы, ну, тут по человеку не скроешь, понимаете, в чем дело, поэтому мне интересно то, что она делает, некоторые видео я не очень смотрю, как бы, ну, там, не подходят под мои интересы, клипы я ее просматриваю, еще нравится то, что у нее очень качественно все снято и смонтировано, то есть, как бы, тут приятненько смотреть. Ну, и еще кого хотелось бы прям выделить особенно, это Шедлину, потому что этот человек не только занимается видео, она интересна тем, что она занимается фотографией, причем такой фотографией, такого стиля, я не знаю, как это правильно называть, но именно тот стиль, который она выкладывает у себя в Инстаграме, мне очень интересен, потому что я люблю, когда модель как-то преобразована именно в самой стилистике фотографии, потому что, если идет обычное позирование, если идет фотографии для журналов, ну, это как-то уже, знаете, оно приелось, а тут, когда создается некий образ, и модель как бы дополняет образ, либо, наоборот, ключевое звено модели идет в самой фотографии, а все остальное дополняет образ модели, то есть, это очень круто, и я считаю, что это интересно, это творчество, то есть, человек живет не только Ютубом, но и занимается тем, что ему очень нравится, а именно фотография, и мне кажется, что за будущим, Ютуб за будущим, именно за такими людьми, которые, ну, как, например, Настя Шпагина, Шедлина, то есть, не просто они что-то снимают, что-то делают, но и также делают что-то свое вне съемок и показывают это на Ютубе. Кстати, вот сегодня Бузова сказала, что будет снимать влоги, и уже отсняла влог. Кто знает, может быть, когда-нибудь в моем хит-параде и любимых блогеров будет и Бузова, смотря как и что она снимает, но к ее творчеству можно относиться по-разному, конечно же. Одно могу сказать, что человек реально вкалывает, и вкалывает очень много, и поверьте, это не ваши сторис, когда вы пишете, что не хочу вставать в школу и так далее, это, ну, это реально, это намного сложнее, то есть, те люди, которые выступали, они прекрасно знают, о чем я сейчас говорю, потому что выступать очень сложно, кто бы что ни говорил, это очень большая физическая нагрузка, как человек, который занимался танцами, так скажем, в прошлой жизни. Я прекрасно понимаю, о чем идет речь, и поверьте, это того стоит. Поэтому мне, конечно, было бы интересно посмотреть ее влоги, вот, честно скажу, кто как к ней относится, но мне кажется, это вообще все равно. Вот, на этом я, наверное, закругляюсь, я рассказала о всех своих любимых блогерах девушек, девушках, и такие же видео, я думаю, что не следом, а там через какое-то время я сниму о парнях, о моих любимых мальчиков, наверное, так будет называться. Вот, но тут будет список намного меньше, потому что интересно, по моему мнению блогеров парней, их намного меньше, но так уж получилось, сами понимаете, что парней как-то меньше снимают, хотя я знаю, что есть огромный пласт парней, которые снимают и пытаются выбиться, но у них ничего не получается, вот, но я расскажу о тех, кого я реально смотрю, и практически там каждую неделю слежу за их видосами. Я надеюсь, видео вам понравилось, всегда ваш огромный Наташа, и увидимся очень-очень скоро, пока! Субтитры сделал DimaTorzok